МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". На Интере подробности о главных событиях расскажут мои коллеги. В студии Наталья Белышева. Смотрите выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Джосвей Шарли". Более миллиона людей с одним месседжем на улицах Парижа. АПЛОДИСМЕНТЫ -"Взрыв в Измаиле". Что стало причиной? Перекрытие дорог в зоне АТО. Что закрыто и как правильно выехать? Меченные. Как распознать запретные купюры и чем они опасны? Около полутора миллионов человек вышли сегодня на улицы Парижа почтить память жертв терактов 7-9 января. Еще чуть меньше миллиона собрали марши по всей Франции. Министерство внутренних дел называет эту акцию беспрецедентной. Подробности в материале Оксаны Шнайдер. Вот так, рука об руку, мировые лидеры начинают марш единства. В Париж их приехало около 40. Объединившись в крепкую единую цепь, они солидарны в борьбе с терроризмом. Рядом с президентом Франции, канцлером Германии, британским, израильским премьером и украинский президент Петр Порошенко. Мы собираем всех наших союзников, чтобы обсудить, как возможно противостоять этому жестокому экстремизму по всему миру. Только работая вместе, обмениваясь информацией, используя общие ресурсы, мы сможем победить тех, кто борется с нами и нашими фундаментальными ценностями. В этот день мы все граждане Франции. Я гражданин Франции. И мы солидарны с французским народом. На площадь республики вышло более полутора миллионов человек. Здесь французы, украинцы, турки, британцы. Об этом свидетельствуют флаги, которые развиваются над людьми. Париж сегодня столица мира. Об этом еще перед маршем заявил президент Алан. Марсельеза и таблички с надписью «Я Жарлим» – девиз сегодняшнего шествия. Мы все едины и объединились перед лицом варварства, которое затронуло нас, ужаснуло и опечалило. В то же время мы осуждаем такие действия и призываем не путать мусульман с этими варварами. Французский ислам базируется на ценностях республики. Он уважает человеческую жизнь. Снайперы на крышах домов и более пяти с половиной тысяч полицейских и военных следят за безопасностью собравшихся. Правда, пришедшие сюда уже не боятся. Ведь своим таким образом они хотят показать, что терроризм и экстремизм их не запугают. Аналогичные марши, которые проходят по всей Франции, собрали около миллиона участников. Оксана Шнайдер, подробности телеканал «Интер». Наш корреспондент Елена Зорина находится сейчас в Париже. Она с нами на связи по телефону. Лена, если слышишь меня, расскажи о мерах безопасности, которые были на марше. Да, Наташа, добрый вечер. Сегодняшний марш «Единственный» или «Республиканский марш», как его называют здесь, в Париже, сопровождался беспрецедентными мерами безопасности. Перекрыто движение, тысячи полицейских и военных, сотни снайперов на крышах, вертолеты. Все это было в районе площади республики. Люди стали собираться здесь за несколько часов до начала, чтобы это смогли сделать все желающие. Проезд в метро был бесплатный, но станции непосредственной близости к площади закрыли. Также с перебоями работала мобильная связь, до сих пор она проблематично работает. Те, кто шел сюда, были не только с уже известным плакатом «Шарли, это я и карандашами». Французы проявили креатив. Кто-то прикреплял такой мини-плакатик на одежду, кто-то даже связал шапку с такой надписью. Большие же плакаты вывесили на балконы близлежащих домов. Что интересно, что во время шествия не звучало никаких политических слоганов. Люди только время от времени аплодировали и кричали «Шарли». Мы заметили представителей украинской диаспоры. Изначально они собирались показать российскому гостю Лаврову портреты тех, кто сейчас находится в российских тюрьмах. Это Надежда Савченко, Олег Сенцов. Но в последний момент от акции решили отказаться, дескать, не время. Сегодня украинцы наряду с французами выразили солидарность и вместе сказали «нет терроризму» и «да, свободе и единству». Людей собралось чрезвычайно много, так что им приходилось стоять в течение нескольких часов. Разъехаться домой оказалось тоже проблематично. Участникам марша приходилось долгое время выстаивать буквально очереди, буквально даже пробки, я бы сказала. Ну и без столпотворения не обошлось возле метро. Впрочем, хочу отметить, несмотря на вот такие неудобства, люди сохраняли спокойствие. Наташа. Спасибо, Лена. Елена Зорина из Парижа о сегодняшнем марше единства. Петр Порошенко встретился в Париже с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Франсуа Ландом. Беседа состоялась в Елисейском дворце до начала марша единства и продолжалась около 15 минут. Говорили об Украине, обсуждали пути регулирования кризиса на Донбассе. Позднее украинский президент принял участие в марше. На своей странице в Фейсбуке Порошенко написал, что в марше единства участвовали все цивилизованные страны мира, которые общими усилиями отстаивают ценности демократии и свободы слова. И отметил, что Украина, как никто другой, понимает боль Франции. Взрыв погремел сегодня в центре Измаила на юге Одесской области. Все произошло в Баре, где отдыхали люди. После взрыва возник сильнейший пожар. Огонь охватил практически все здание. На данный момент известно о восьми пострадавших. У них ожоги различной степени тяжести. Четверо находятся в реанимации. Вероятнее всего взорвался газовый баллон. В МВД говорят, речь о теракте в данном случае не идет. Предварительная причина взрыва – нарушение техники безопасности. Добавлю также, что среди пострадавших двое посетителей кафе и остальные сотрудники. Ситуация в зоне АТО резко обострилась за минувшие сутки. С нами на связи Руслан Смещук. Он находится на востоке. Руслан, здравствуй. Что изменилось по сравнению со вчерашним днем? И где сейчас самая горячая точка? Наталья, ну таких горячих точек несколько. Действительно, за прошедшие сутки ситуация в зоне проведения антитеррористической операции серьезно обострилась. Боевики увеличили количество и плотность обстрелов украинских позиций. Причем вот в ход активно пускают тяжелое вооружение. Это грады, гаубицы, крупнокалиберные минометы и танки, которые, согласно минским договоренностям, использовать сейчас нельзя. Действительно, вот особенно горячо сейчас в Донецком аэропорту и на позициях украинской армии, которые прикрывают защитников аэропорта, расположенных поблизости. Постоянные обстрелы. Там доходит до танковых атак. Украинские военные вынуждены открывать огонь в ответ. Сегодня ночью из Донецкого аэропорта вывезли шестерых раненых. До этого в рамках минских соглашений для их эвакуации у боевиков запрашивали так называемый зеленый коридор. Но те выдвинули встречный ультиматум. Раненых вывезут на лечение в Донецк и там оставят. После такого заявления командование приняло решение прорываться с ранеными в поселок Песке. В самом же поселке также продолжаются боевые действия. По нему периодически работает как тяжелое, так и стрелковое оружие. Активно стреляют также и на стыке Луганской и Донецкой областей. В районе Дебайцевского плацдарма, неспокойной в окрестностях города Счастье, в станице Луганской. Там в таких тяжелейших условиях украинским военным и добровольцам приходится держать оборону. Также активные боевые действия ведутся в районе так называемой Бахмутской дороги. Там боевики обстреляли позиции армии в поселках Новотошковка, Золотое и Крымское. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук об обострении ситуации в зоне АТО. О том, что сегодня происходит в Мариуполе, узнаем от Эльвины Сидбулаева. Она с нами на связи. Эля, что в Мариуполе сегодня? Да, Наташа, начну с оперативной информации. Примерно час назад со стороны села Ясного боевики атаковали наши позиции. Это недалеко от Еленовки. Огонь вели из минометов ИСАУ. Там находится 28-я бригада. Они постоянно попадают под интенсивный обстрел. Находятся на первой линии огня и рассказывают, что после обстрела их позиций завязывается бой уже между самими боевиками. Пойдем. Артиллерия работала вокруг нас. То есть грады были сепартистки на нашу территорию летели. Сначала они на нас нападали. Потом Докучаевские и Еленовские между собой перестрелились. И расстояние между нашими бойцами и подконтрольным террористом Докучаевским примерно 5 километров. И по словам украинских военных, на один из заводов после очередного гум-конвоя заехала тяжелая техника. Ночь через ночь там слышно, как работает разгрузка, как танки работают, как бэхи ездят. Все это отлично слышно. Слышно, как САУшки выходят вот с той стороны, со стороны Ясного и где-то стреляют. И накануне боевики из минометов обстреляли в село Березовое, это под Донецком. Мы там побывали, воронки от снарядов и неразовавшихся мины по всему населенному пункту и на грани, и в центре. И во время обстрела дрожала земля, стекла повылетали из окон, стены потрескались. Одному из жителей мина залетела в сарай, а вот другому попала во двор. Вон, посмотрите, вон окна все полетело. О, а что это он уже бахкает? Хатя сидели, все дребезжал, окна повылетали. У соседа все рамы повылетали. Воронок, уйма. Хорошо хоть кому сарай разбило, там он крышу поразбивал. Все побито, все побито. Что, свету нету? Газ вчера сделали сами. И в самом селе, и на окраине, нет ни одного военного блокпоста. Оно находится в буферной зоне, или как ее называют еще серой. Бойцы батальона Киев-2 выехали на место и обнаружили десятки воронок. Известно, что боевики открывают огонь из Докучаевска с целью провокации. Это выбух, и мы спостерегаем от артиллерии. Это работали САУшки, артиллерия их, где-то 120-150 мм. Ввелся огонь неприцельный. На данный момент, ну, сейчас уточняем, что есть пострадавцы, что есть жертвы. И не прекращаются обстрелы в районе села Гранитного. Там находится 72-я бригада. Обстреливали позиции украинских военных из миномета и ТУРа. На этом у меня все. Наташа. Спасибо, Эля и Львина Сигбулаева об обстрелах в районе Мариуполя. И, как всегда, с нами на связи по телефону жителей оккупированных городов. Донецк, Луганск. Давайте послушаем. Сегодня целый день бомбят. Бомбанули шахту «Засядька». Обесточили шахту. 364 человека в шахте не могут подняться. Но вообще сегодня... И вчера сегодня у нас очень страшно. Не стреляет никто, ничего такого нет. Зарплаты не платят, пенсии не платят. Но город оживился. Стали открываться больше магазинов. То есть продуктовые магазины, станции по обслуживанию машин. Ну, как бы так потихонечку. Даже улицы, центральная улица начала освещаться. Все продуктически можно купить. Пармезан, конечно, наверное, не купишь. Но красная рыба даже продается. С лекарствами есть проблема. То есть аптеки частично какие-то работают. Но не все препараты там есть. Опять масса разрушений. Ряд частных домов вообще разрушены полностью. Разбитое стекление во многих девятиэтажных. И вообще много квартирных домах. Сегодня опять обесточен Северный водопроводный узел. Не работает ряд котельных, подстанций трансформаторных. И в связи с этим действительно попросили нас запастись водой. Особенно тех жителей, которых этот узел обслуживает. Это в первую очередь Киевский район, Ленинский район. И о ситуации на шахте имени Засятика. Большинство шахтеров, которые были заблокированы под землей за отсутствие напряжения, уже эвакуированы. В забое остается около 50 горняков. В ближайшие полтора часа их планируют вывезти на поверхность. Меченые гривни. По всей Украине появляются купюры с закрашенным краем. Сейчас мы покажем, как они выглядят. Банкноты специально пометили сотрудники банков Донецкой и Луганской областей, чтобы они потеряли свою ценность, поскольку деньги эти были украдены террористами из захваченных отделений. Они уже были в ходу, ими расплачивались с людьми на оккупированных территориях. Однако в Украине подобные купюры не примет ни банк, ни магазин. Их даже нельзя положить на карточку через банковский терминал. В СНБУ предупреждают тех, кто попытается расплатиться меченными купюрами, задержат как соучастника похищения денег. СБУ из-за обстрелов террористов временно перекрыло несколько дорог в зоне АТО. Об этом сообщает СНБУ. И так каждый день с 15 до 16 часов будут закрыты транспортные коридоры для автолюбителей и людей по направлениям Фащевка-Дебальцево-Артемовск и Горловка-Артемовск. Еще на час перекроют дороги Донецк-Курахово и Донецк-Мариуполь. Тем временем покинуть зону АТО можно через постоянно действующие пункты пропуска. На кордонах районов проведения антитеррористической операции продолжают работу 4 транзитные пункты Державной службы Украины с независимых ситуаций для встречи внутренне перемещенных людей. Зокрема, в Донецкой области, в районе мест Красноармиськ и Мариуполь, в Луганской области, в районе мест Сватово и Лисичанск. Серьезная авария под Киевом. Внедорожник столкнулся с маршруткой. Погибла девушка, 17 человек госпитализированы. Как это произошло и что стало причиной ДТП? Подробнее Ольга Рыцарь. В 9 утра прямо возле Гастомеля маршрутка Мерседес-Спринтер следовала по трассе в Киев. Навстречу ей двигался внедорожник Hyundai. Микроавтобус вылетел на встречную полосу. В результате аварии погибла 26-летняя девушка, пассажир маршрутки. 17 человек госпитализированы. От маршрутки осталась груда металлолома. В Hyundai находилось двое детей и отец за рулем. Один ребенок пострадал. Подробности этой жуткой аварии выясняют до сих пор. Возможно, все произошло из-за гололеда. Якобы автобус занесло на скользком участке дороги. Его водитель ехал на высокой скорости. Об этом говорят и очевидцы. А вот работники коммунальных служб утверждают, что дорогу посыпали. У Мерседеса одна из колес была совсем лиса, совсем лиса резина. Поэтому говорить, что самые погодные условия, через то, что лиса резина, или лиса гума была на октябре. Не знаю, насколько мы можем сейчас такие заключения сделать. Но в переднем мы говорим, что водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с керуванием и выехал на смогу встречного движения. За последние двое суток, это уже вторая авария с участием маршрутки. Вчера вечером в Запорожье водитель Нивы не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и столкнулся с переполненным пассажирским автобусом. К счастью, никто не погиб. Водитель ВАЗа в коме. Семь пассажиров маршрутки и трое из Нивы с травмами в больнице. Ольга Рыцарь, подробности, телеканал Интер. Битва за Ленина в Славянске пока победили пенсионеры. Активисты попытались ночью снести памятник, но безуспешно. Уже днем на Народном Вече в центре города к ним присоединились местные жители. Принесли 50-метровую веревку, но пенсионеры грудью защитили Ильича. В итоге решили временно оставить вождя в покое. Собрали подписи под обращением в Гурсовет. И теперь уже депутаты будут решать судьбу славянского Ленина. В Николаеве общественники отправились с рейдами по больницам. Стоимость открылась. Кто прав, кто виноват и что делать. Подробнее Кирилл Ющишин. В Николаеве разгорелся скандал. Общественники обвиняют врачей в коррупции и утверждают, что собрали достаточно доказательств. Есть и видео. Здесь активисты движения медицинских контролей опрашивают пациентов 4-й городской больницы. С вас взяли 450 гривен, да? То есть вы сами добровольно платили или вас заставили? Ну, сказали платить, да? Общественники утверждают, так пациенты платят за обследование на оборудование, которым больницу укомплектовали за бюджетный счет. Хотя по закону их должны проходить бесплатно. Есть даже письмо из управления здравоохранения, где говорится о том, что оплата – дело сугубо добровольное и необязательное только в качестве помощи. Но по факту к такой благотворительности людей принуждают, говорят активисты. Их больше всего возмущает то, что платить приходится и инвалидам, и старикам. Это огромные деньги. Посчитайте, КТ, МРТ, рентген, УЗИ в день. Какие это суммы? Вы думаете, они идут на больницы? Да ни копейки. Да, понятно, медицина плохо финансируется. Понятно, зарплаты маленькие. Разве только у них? В больнице, как ни странно, не опровергают того, что берут деньги у пациентов. Говорят, все сдосы проводят через кассы, то есть легально и под отчет. А если их не брать, больница не выживет. Вот при том, в 2014 году, нашей больнице предоставлено было максимум 35% от минимальной потребности для содержания больницы. Главврач даже сам признается. В нарушении приказа медработники указывают пациентам сумму, которую необходимо внести. Те самые 400 гривен необходимы для того, чтобы МРТ работал. Иначе его придется отключить. Мы не должны это делать. Мы выпрашиваем у людей внести в кассу денег, потому что другого выхода нет. Общественники возражают. А почему вместо того, чтобы бороться с чиновниками в Минздраве за выделение всех средств из бюджета, врачи перекладывают проблему на плечи пациентов? О фактах поборов активисты планируют рассказать лично министру. Уже готовятся к встрече. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Николай. Из-за угрозы взрыва сегодня эвакуировали редакции брюссельской газеты «Лесуар». Неизвестный позвонил, заявил, что газета слишком много внимания уделяет событиям вокруг Шарле и Бдо. И сообщил о минировании редакции. Сотрудников эвакуировали. Полиция уже задержала телефонного злоумышленника. Им оказался 53-летний мужчина. Ранее он уже закладывал взрывчатку в телефонную будку. Здание редакции еще проверяют, но журналисты уже продолжают свою работу над завтрашним номером в соседнем отеле. И нападение на редакцию в Гамбурге. Кто и почему на этот раз, и причем здесь карикатуры на пророка Мухаммеда. Подробнее Татьяна Лагунова. Она в Германии. Нападение на офис издания Гамбургер Моргенпост произошло глубокой ночью. Неизвестные пробрались на задний двор и через открытое окно бросили в здание бутылки с зажигательной смесью. Возник пожар, в результате которого уничтожена часть архива. Сотрудники, к счастью, не пострадали. Во время поджога в редакции никого не было. Полиция уже задержала двоих подозреваемых. Сейчас их допрашивают. По предварительной версии, атака может быть связана с публикацией карикатурно пророка Мухаммеда. После убийства сотрудника французского еженедельника Шарли Эбдо, немецкая газета перепечатала часть карикатуры здания. Поджог Гамбургер Моргенпост уже осудили репортеры без границ. Татьяна Лагунова, Вячеслав Пролов. Подробности немецкая. Бюро телеканала Интер. Британский след во французской трагедии. Кто стоит за парижскими терактами в Лондоне, выясняла наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Священнослужитель в лондонской мечети и по совместительству вербовщик Аль-Каиды. 50-летний Джамель Бекхал, человек, который причастен к двум парижским нападениям. Расстрелу журналистов редакции Шарли Эбдо и убийству заложников в магазине кошерных продуктов. Французская полиция опубликовала снимки имама, которые свидетельствуют о его связях с экстремистами. С одним из братьев-террористов, шерифом Куаши, Бекхал играл в футбол и проводил долгие беседы. Также исламиста нередко посещал Аннеди Кулебали, тот самый, который застрелил женщину-полицейского из четверых заложников парижской продуктовой лавки. Известно, что Бекхал был их наставником и идеологом. А вот информация, которая больше всего возмутила британцев, оказывается, жена человека, причастного к двум ужасным эпизодам французской трагедии, сейчас проживает в Англии на деньги налогоплательщиков. Государство обеспечило ее четырехкомнатной квартирой и исправно платит пособия на детей, а также по безработице. Причем причастность ее мужа Калькаиди уже неоднократно подтверждалась, и сейчас Бекхал в очередной раз за решеткой его обвиняют в создании террористической организации. Здесь много говорят о том, что стране еще аукнется лояльность к людям, замеченным в связях с экстремистами. Секретная служба королевства сейчас усилила наблюдение за 150 британскими джихадистами, которые представляют угрозу стране, особенно после французских событий. По тревоге подняты силы специального назначения, готовые немедленно отреагировать на любое ЧП. На улицах работают специалисты разведки под прикрытием, в основном азиаты и мусульмане. В общем, в Британии делают все, чтобы предотвратить теракты. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Теракты в Париже и цены на квартиры в Хайфе. Какая взаимосвязь и как рынок недвижимости Израиля отреагирует на события во Франции, расскажет Сергей Ауслендер, наш Сапкор в Израиле. Теракты во Франции по-прежнему главная тема для обсуждения в Израиле. Все местные газеты выходят с материалами именно на эту тему на первых полосах. Израиль скорбит. В одном из нападений в Париже погибли четверо евреев. Их родственники решили хоронить своих близких в Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньягу уже призвал представителей еврейской общины Франции переезжать на святую землю. Я скажу всем, каждый еврей из Франции или другой части света может приехать в Израиль, где его ждут с распростертыми объятиями. Репатриация из Франции действительно выросла в 2014 году на фоне растущего в Европе антисемитизма, что будет после парижских терактов. Нетрудно себе представить. Так в прошлом году количество эмигрантов из Украины, из оккупированных юго-восточных областей, из Крыма за считанные месяцы выросло в разы. С одной стороны, это сулит государству большие выгоды, новые рабочие руки, соответственно, новые налоги. Но с другой стороны, эксперты предостерегают. Вал эмиграции из Франции может взвинтить цены на жилье, которые так уже за гранью разумного. Уже в этом году из-за того, что на рынок недвижимости вышли сразу несколько тысяч покупателей с деньгами из Франции, уже был виден рост на 5 или 10 процентов, а то и больше, в крупнейших городах на побережье Средиземного моря. Есть даже такие данные, что французские евреи предпочитают селиться в нескольких городах. Это, прежде всего, Нитания на Средиземном море, а также Иерусалим. В Израиле сейчас достаточно много аналитики, связанной с трагическими событиями в Париже, и местные эксперты, специалисты в области антитеррора отмечают весьма неприятные изменения в тактике террористов. Теперь при помощи примитивных автоматов и без использования каких-либо сложных технологий они способны убить массу людей и достичь сильнейшего медиаэффекта. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Ситуация в Украине станет главной темой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности наравне с угрозами исламского экстремизма. Среди приглашенных президент Украины Петр Порошенко впервые за последние 4 года приехать обещает также канцлер Германии Ангела Меркель. Всего в форме примут участие около 20 мировых лидеров, почти 60 министров иностранных дел и обороны. Мероприятие пройдет с 6 по 8 февраля. Теме конфликта в Украине планируют посвятить весь второй день конференции. Трое убитые, один тяжело ранен в городе Москва в США. Кто устроил бойню в Айдахо и что произошло накануне в Техасе? Подробнее Дмитрий Еловский, наш американский корреспондент. События в городке Москва, что в штате Айдахо, по сути больше напоминали голливудский боевик. Там 29-летний Джон Ли устроил настоящую бойню, застрелив троих человек, тяжело ранив еще одного. Он начал с убийства собственной приемной матери. Потом поехал в страховой офис, где открыл стрельбу и смертельно ранил еще одного человека. Но и этого нападавшему показалось мало. Он зашел в местный ресторан, вызвал менеджера и безо всяких причин застрелил женщину. Ли попытался скрыться, началась погоня, но в итоге... Убийца не справился с управлением автомобилей и врезался в ограждение. Его доставили в больницу с незначительными травмами, после чего перевели в тюрьму. И теперь вот следователям предстоит повозиться. Ведь о мотивах убийцы толком ничего не известно. Да и на учете в психбольнице Джон Ли никогда не состоял. Ну и еще одна драма разыгралась на сей раз в штате Техас. Там в госпитале города Томбола забарикадировался мужчина. Сначала появились тревожные сообщения, что он захватил заложников. И вот-вот начнет выдвигать какие-то требования. Однако позже стало ясно, что единственный, кто находится с ним вместе в палате, это его собственный сын, который тяжело болел. Он находился в критическом состоянии. И врачи собирались вот-вот отключить его от системы искусственного жизнеобеспечения. Тут у отца, конечно, случился нервный срыв. Полиция вошла в положение, вроде как не стала возбуждать дело против мужчины. К тому же казалось, что он был безоружный. Сейчас этот человек находится в полицейском участке. Дает объяснение, но даже несмотря на то, что инцидент вроде как вошелся без жертв, шума он все равно наделал достаточно много. В Америке в последнее время все чаще появляются сообщения о стрельбе на почве временного помешательства. Однако запрещать свободную продажу оружия здесь никто не собирается. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Индонезийские спасатели обнаружили черные ящики лайнера авиакомпании AirAsia. Но погодные условия пока не дают поднять их на поверхность. Бортовые самописцы находятся на глубине более 30 метров под обломками фюзеляжа лайнера, который обнаружили чуть ранее. Ожидается, что данные черных ящиков помогут установить причину авиакатастрофы. Напомню, лайнер авиакомпании AirAsia разбился 28 декабря на пути из Индонезии в Сингапур. На его борту находились 162 человека. Штурм самолетов Китая и смерть на ферме поцелуев США. Об этом и не только в нашем обзоре. Фернандиньо или Фернандо? Какая разница? Эта неточность оставила пятно на репутации английского футбольного комментатора Чарли Николаса. Во время трансляции матча «Эвертон-Манчестер-Сити» он не разглядел автора гола Фернандиньо и заявил, что оба игрока для него выглядят одинаково, чем вызвал шквал критики и подозрения в расизме. Николасу пришлось извиниться. Пункт назначения – полицейский участок. В китайском городе Куньминь правоохранители задержали 25 пассажиров самолета. Вылет их рейсов в Пекин откладывали из-за плохой погоды. Лайнер долго обрабатывался реагентами против обледенения. Измученные ожиданием в салоне люди взяли штурмом аварийные выходы. Самые активные арестованы на 15 суток. Ложная тревога. Мировые СМИ ошибочно сообщили об угоне самолета канадской авиакомпании «Вестджет», который следовал из Ванкувера в Куэрто-Вальярту. Интернет взорвала молния. Дискодиспетчеры получили сообщение об угоне, когда борт пролетал над Мексикой. Панику унял капитан судна, по телефону сообщив, что лайнер прибыл на место. Смерть на ферме поцелуев. В Техасе погиб работник и владелица фермы верблюдов. Обоих затоптал самец во время брачного периода. Трагедия случилась поздно вечером, когда рабочий пытался напоить животных водой. Расперепевший верблюд бросился на мужчину и женщину, которые пытались его спасти. Животные усыпили с позволения родственников погибшей. Убийственная природа. В Богорском ботаническом саду Индонезии трагически погибли четверо человек. На них упало старое дерево. Еще 21 посетитель получил травмы. Местные власти взялись проверять коллекцию ботсада во избежание подобных случаев. В австрийских Альпах обнаружили останки лыжника, исчезнувшего 86 лет назад. Мужчина, имя которого не называют, уехал в одиночку кататься на лыжах в марте 1929-го, но так и не вернулся. Ему был 21 год. Останки идентифицировали благодаря ДНК-тесту. У погибшего есть родственники. 100-летняя сводная сестра и родной брат на год ее младше. Выгодное предложение. Национальный музей истории Канады купил у частного коллекционера одну из самых старых в мире хоккейных клюшек. Приобретение обошлось музею в 300 тысяч канадских долларов. В то время как коллекционер купил ее у предыдущего владельца, местной парикмахерской, всего за тысячу зеленых. Кормление младенца – богоугодное дело. Папа Франциск во время крещения детей в Сикстинской капелле предложил матерям не стесняться и кормить грудью малышей, которые плачут или проголодались. Также понтифик призвал их помолиться за тех родителей, которые не могут прокормить своих детей, и попросил попытаться им помочь. Гудбай, елка. В Ивано-Франковске из-за сильных порывов ветра рухнула новогодняя красавица в центре города. Это произошло в три часа ночи, никто не пострадал. Падая дерево весом почти в три тонны зацепило уличный фонарик, растращило скамейку. Коммунальщики с грустью констатируют, что разбилось много елочных украшений и гирлянд. Устанавливать дерево снова не будут, его распилили на части и вывезли. Это не первое ЧП с новогодней елкой в Ивано-Франковске. В прошлом году из-за замыкания загорелась ель перед городской ратушей. А еще раньше, в 2012-м, сгорела лесная красавица на Вечевом Майдане. Тогда причиной пожара стала запущенная петарда. Не вооруженное, не политическое, а спортивно-развлекательное сражение. Чем и как бьются в Одессе, расскажет Андрей Анастасов. Грязные сугробы вдоль улиц, скользкие тротуары. Одесса приходит в себя после аномальных снегопадов. Но креативная молодежь решила извлечь пользу даже из таких погодных условий. И организовала снежную битву. Они созвонились, писались в социальных сетях, разделились на две команды, черных и белых. И встретились в условленном месте. Возраст до 16 и старше. Правила простые. Максимально эффективно забрасывать команду соперника снежками и не нарушать правила. Как бы это обидно для многих не звучало, это никого не кормить снегом, не использовать рукоприкладство, не использовать колющее, режущее. Перед самой битвой небольшая разминка и проверка экипировки. Снег в Одессе, правда, уже значительно подтаял. На улице плюсовая температура. Я могу сказать, что он мокрый и им удобнее будет бросаться. Но больнее. И вот само поле сражения. У каждой из команд своя стратегия. Кто-то лепит снежки про запас, кто-то идет в обход, чтобы ударить с тыла, кто-то использует импровизированные щиты и баррикады. Другие отчаянно бросаются в атаку. Эмоции при этом, конечно, зашкаливают. Но в целом все настроены позитивно. Злость, ярость. Хочется идти, драться, сражаться. Не надо отступать. Короче, мы сейчас будем атаковать. Участники снежной битвы по-разному объясняют цели такого времяпровождения. Одни приходят за адреналином, другие за весельем и новыми знакомствами. Гради общения, чтобы люди не сидели в компьютерах, чтобы больше людей знали друг друга и так далее. Я вот, например, много друзей нашла за ради флешмоба. Как и полагается, в таких случаях победила дружба. Понять, кто кого больше забросал снегом не так-то просто. Но возможность реванша будет. Завтра в Одессе снова ожидается снегопад. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканала Интер, Одесса. Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности UA. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера. И до встречи в подробности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok